Всем привет! С вами снова Джонни. Сегодня мы начнем прохождение, я так понимаю, квестового хоррора под названием Лицо Салли. Странные соседи, странные соседи. Все было как в прошлый раз. Только теперь это началось в больнице. Я что-то пропустил? Аммм... Вполне может быть, что я что-то пропустил. Заперто. Салли Крамсали ее зовут. Вот так, 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 телефончик, ответить. Алло? Все хорошо, Сал, теперь все будет хорошо. Можешь сам в этом... Сама, олень! Кто это? Сал, иди, и найди меня. Что за странные предки, голос как моего отца. Кто-то искромсал мне половину хлебобули моей. Мне очень важно, как выглядит мое... Кью. Вещи. Ключ. Ключ, найденный на полу в больнице. Ага. Хорошо. По-моему, как мне писали, это квестовый хоррор, как раз таки. А, туда я не могу. Дверь пропала, ни хера себе. П. Я пока не совсем понимаю. П, Ж, Й, Е. Д. З, вон в левом нижнем углу. Давай Д. Нет. П, О, Н, М. Понм. Давай на М. Нет, не на М. Значит, я правильно выбрал на П. На П. Хорошо. П. А... Пе. Не Пе. Подожди. Пё? Должно же быть слово какое-то. Пётр. Нет, не Пётр. Явно, явно не Пётр. Пёс. Пёс. Отлично, пёс. Так, мы на похоронах пса. Привет, пёс. Кто хороший пёсик? Кто хороший мальчик? Я похоронил её заживо, пацан. Вот ты мне и ответь. Хе-хе-хе-хе. Нихера себе. Эм, что? Сам посмотри. Ладно, пойдём посмотрим, кому там заново заживо. Диана Фишер. 1848-19... Эм, 1948-1984. Мать и жена. Спуститься. Какая-то психоделика, по-моему, не? Батарейки не включены. Открыть. Заперто. Ввести код. И где я тебе его найду, я прошу прощения? Жёг хером. А, ну так и нужно было, хорошо. Ай, тени нету, печаль. Батя? Пап? Ты не мой сын. Мой сын не убийца. У меня дикое ощущение, что я что-то пропустил. Уже случаем со второго эпизода. Не начали ли? Это твоя вина. Мужики, я не понимаю, что происходит. Я думал, я сейчас буду, короче, хоррор проходить. А тут херак, и мне говорят, что я что-то кого-то убил, собаку похоронил, кого-то заживо съел. Что-то вообще страшное. Мам? Что с тобой? Тишина. Кто-то по голове ей дал. И тут я проснулся. Действительно занятный сон. Думаю, нам стоит вернуться к нему позже. А сейчас не могут и поведать мне о трупе. О каком из них? О втором. Из квартиры. Мы с отцом только заселились. Это место сразу вызвало у меня странные чувства. Одиссу апартмент. Эпизод первый. Странные соседи. Замечательно. Я все-таки не накосячил. Мы проходим первый эпизод. Это замечательно. У меня есть маска. Здесь мы начнем новую жизнь. И, наконец, сможем позабыть о том, что произошло с нами в Нью-Джерси. Прогуляйся по дому, подружись с кем-нибудь, пока я распаковываю вещи. Мне каждого человека в маске по-любому должно найтись много друзей. Ванная. Пакеты. Туда мне... Так, что у нас в пакете? Что похавать-то есть? Обыкновенные продукты, которые отец купил в магазине, ничего примечательно. А поесть, как бы, можно было укомячить, что-нибудь, ну ладно. Тишина, тишина. Снотворное. Отец все еще плохо спит. После... Видимо, после смерти матери. В смысле, его жены. А, уйти. Комната сала. Гизма. Гизма, я смотрю, ты уже освоился. Здорово тебе, наверное. Комната сала. Сала. Сала, это я. Получается, наш главный герой, это парень. Приставка. А я никак не мог. А я никак... А я никак найти не мог. Господи, как тяжело это все. Посмотреть. Моя приставка. Кажется, надо заменить батарейки. Хорошо. Гербой называется. Ну вот, приставочку нашли. Комната отца. Да, нас зовут сокращенно Сау. Какой мудак так нас назвал, я не знаю. Привет, бать. Решил отдохнуть от распаковки вещей? Отличная мысль. Мы что-то долго этим занимаемся. Пожалуй, я тоже передохну. Как тебе наша новая квартирка? Может, тут не так хорошо, как в нашем старом доме. Но мы будем стараться. Пока мы вместе, у нас есть все шансы превратить это место в настоящий дом. Я так скучаю по джерси. Знаю, приятель. Но, пожалуйста, дай этому месту шанс. Занятия в школе начнутся через пару недель. Там ты сможешь найти новых друзей. Наверное. Найдешь, я уверен. Иметь такого друга, как ты, Сал будет счастлив каждый. Спасибо. Я скучаю по моим. Ну да. Я тоже, приятель, я тоже. Убедимся. Постарайся не вляпаться в неприятности. Так как... В неприятности. Я и в неприятности. Это две разные вещи. Неприятности сами будут меня находить. Я практически в этом уверен. Постучаться. 401. Никого нет дома. Так, 402-я квартира. Это наша. Лифт. Здрасте, здрасте, господин офицер. Что происходит? Я поздоровался, усатая чмо. Слежу, чтобы мелкие чудаки вроде пьяни увидели там то, что им видеть не подобает. А теперь, брысь отсюда. Я в няньки не нанимал. Сейчас я тебе геймпадом-то в уши настучу. Вы кто? Твоя блядская фея крестная. А сам ты как думаешь? Я офицер полиции. Так что прояви ко мне хоть немного уважения. Ты продажная шкура. Я вот чувствую просто, ты продажная мразь. Ты не полицейский. Это уже дело полиции, что там произошло, парень. Почему бы тебе не вернуться к мамочке с папочкой? Если бы это было возможно... Чего-чего, умник? Ничего. Вот вы, тупой чудила. Ты сука какой-то, блядь ты. Усатый, я тебя запомню. А можно его геймпадом в хлебало дать? А, геймпад. Как-нибудь ударить его геймпадом? Повезло тебе, усатый. Геймпад еще тратит на него. Сейчас. Ам. Мы на четвертом этаже. Вставьте ключ-карту в пентхаус. Пятый. В настоящее время этот этаж ремонтируется. Пожалуйста, проследуйте к ближайшему выходу. Сейчас. Ага. Бигвы и падаю. К выходу проследуйте. Заперто. Это 501. Это 500. Заперто. Так, вот в этой комнате кого-то убили. Под нами, точнее. Заперто. Открыто. Эй. Простите, я не знал, что здесь кто-то живет. Здравствуйте. Сэр, вы в порядке? Зря ты сюда пришел. Простите, я хотел познакомиться с соседями. И... Темное место. Это здание. Здесь творятся ужасные вещи. Вы точно в порядке? Опа-на. Какого... Эм... Предлагаю прыгнуть в окно. Тут есть окно. Пятый этаж, это херня. Ну, я... Организм молодой. По идее восстановится. Странно. Дверь в ванную закрыта. Быстренько там ноги срастутся, я так думаю. Ничего страшного не случится. Прыгнули в окошечко бы и все, третий этаж. Осторожно, мокрый пол. Хорошо, подожди. Никого нет дома. Здравствуйте. Привет. О, боже. Прости, ты меня немного напугал. А ты должна быть новенький, из 402-й, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы заглянуть к вам и поздороваться. Да, мы тут вместе с папой. Меня зовут Сал. Приятно познакомиться, Сал. Я Лиза. Я здесь на заглавной слежу, чтобы все было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня, ладно? Что за херня на пятом этаже живет? Да не за что. Что за херня живет на пятом этаже? Как дела? Давно ты тут? Вообще-то я здесь не только работаю, но и живу. Если срочно нужно будет убраться, я тут как тут. Не знаю, что тебе наговорили остальные, но тут очень даже неплохо. Для меня это место уже 10 лет как родной дом. Что другие думают о этом месте? О, да всякое. Этому зданию уже больше сотни лет, представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются. Но от меня ты жалоб не услышишь. Им я предпочитаю действия. Вижу проблему, сразу устраняю ее. Да, многие, правда, жалуются по всяким мелочам. Но такие мелочи не стоит обращать внимание, Сал. Ни за что не стоит так делать. Понимаешь? Ты права. Делай, как я. Замечай лишь хорошее. То, что делает тебя счастливым. И не трать свои силы ни на что другое. Что ты, блин, знаешь о человеке в 500... Раз, два, три, четыре. В 504-й комнате. Это точно. Смени тему. Жаль, что у вас с отцом такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут все прообходится без таких жестокостей. Бедная миссис Сандерсон. Кто такая? Не важно. Не забивай себе голову столь ужасными вещами. Как можно тут поразвлекаться? А знаешь что? У меня есть сын. Он твоего возраста. Думаю, вы здорово поладите. Он внизу, в нашей квартире. Загляни к нам, познакомимся. Хорошо, скажу. Отлично, его зовут Ларри. Он в подвале. Скажи, что ты от меня. Однако, чтобы попасть туда на карте, на лифте, тебе нужна будет карточка. Вот возьми, у меня есть запасные. Спасибо, класс. Вот как нужно разговаривать с людьми, поняли? Тут водятся призраки. Сал, дорогой, я давно работаю в апартаментах Эдисона. И я ни разу не встречал ни призраков, ни гоблинов. У людей просто разыгрывается воображение. Слишком много сладкого и ужастиков. Вот в чем дело, как по мне. Это хорошо. Я поверю уборщику. Так, пошли дальше. До скорой встречи. Так, тут закрыто. Тут нам ничего мокрого. А, туда. Слышь, жиробас, это... Алло. Алло. Там какой-то жиробас стоит. Там есть таб... Нельзя сказать. Там есть табличка... Короче, Лиза, там стоит табличка мокрый пол. Не ходите, осторожно, мокрый пол. Так вот, за ним стоит какой-то жиробас. Если он упадет, проломит нахер пол. Осторожней. Предупреди его там, я не знаю, чтобы похудел. Двести два. Никого. Опа. Думаю, никого не дома. А мне кажется, кто-то там решил, что ему ебанчик пришли набить за шум. За постоянный, сука, шум. Ремонтники вечные. Никого не дома. Да, кто там? Здравствуйте, я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Ладно, входи. Неплохо. Привет, меня зовут Сал. Мы с отцом переехали сюда сегодня. И что это ты напялил на свое лицо, парень? А, я понял. Вы ведь подростки, постоянно ищите способ самопоражаться. Я ведь и сам когда-то был молод. Я все понимаю. Главное, чтобы эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду. Нет, нет, что вы. Он меня почти спалил. Надо будет его где-нибудь там тихонечко ночью его где-нибудь кончить надо будет. Чуденько. Ну а я Чарли. Не трогай мои вещи, и мы поладим. Я коллекционер, и коллекция у меня большая. Эти вещи мне как семья. Поэтому, если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью. Уяснил. Его явно надо будет кончить. Да, сэр, не вопрос. Я не доставлю вам хлопот. Вот и славно. Давай чуть-чуть украдем. Взглянуть. Узри величие моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный набор поистине великое достижение. Смотри на них сколько влезет, но трогать не вздумай. А что за поняшки? Смотрит как наебанутого, по-моему. Я думал, а он мне сейчас сердце его вырвет. Господи, пацан. Ты что, не смотрел поняшек? Радужное представление? Лучше мультика и не придумаешь. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального, чего только душа пожелает. А поняшки, ох, поняшки, они божественные. Да. Кажется, я его пропустил. Посмотрю при первой же возможности. Уж пожалуйста, поверь мне, ты не пожалеешь. Какой-то он странный. Так, а может он что-то знает о призраках? Итак. Да, понимаю, ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно. Ты, главное, не переживай. Можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Милая хата, это мой личный рай, только я и мои вещи. Вы живете здесь один? Один? Да ты оглянись, у меня отличная компания, а другой мне и не надо. Но вообще-то, славно, что время от древних ко мне заходят гости. Я скоро вернусь, но недалеко не факт. Ну тебя нахер. Ты очень-очень-очень подозрительный. Этаж номер 1. Что у нас тут? 102-я. Никого. Опа. Да, что тебе надо? Не рановато для Хэллоуна, а? Дурацкие бесполезные дети. Б-б-б. Сучка крашена. 101-й, какой этот самый коврик обоссать будет. Эдисон. Это, видимо, главный. О, боги, какой ужасный... Извините, давай за мной. Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь? Какие-то у меня странные соседи. Откуда вы меня знаете? Я знаю все и всех в этих стенах, сэр. Лучше бы тебе это запомнить. Можно мне войти? Боже мой, нет. Боюсь, что я слишком уж ценю свое личное пространство. Надеюсь, ты меня понял. Разумеется. Всего доброго, сэр. Прощай, мой милый друг. Какие очень странные соседи. Никого. Ой, ёптвою, ты что меня напугал-то так? Что здесь случилось? А, это офицер полиции, скорее всего. Здравствуй, юноша. Ты поселился здесь сегодня, верно? Да, сэр. Я уже поговорил с твоим отцом. Судя по всему, во время вчерашних событий, вы были за пределами штата. История убедительная. Все в порядке. Постарайся нам не мешать. Мы расследуем серьезное преступление. Произошло убийство? Я не могу об этом говорить. Произошло убийство? Ну ладно, ладно, ладно. Господин офицер. Держите свои тайны при себе. Подвал. Торговый автомат. Куча вкусной и вредной еды, хотя я не особо голодный. Блин, это хата уборщика. Подожди. Подожди, дай посмотреть, что справа. Стиральные машины. О, я однозначно ей воспользуюсь. Ха, нет. Биохазард. Био... Что-то японское. Не понимаю что. Возможно, какой-то доп-контент. Эротический, как и все японки. Такс. Ам... Ванная. Что за нахер? Что это было, черт возьми? Пойдем посмотрим. Это ведь не так опасно, как ходить по неизвестным людям, по неизвестному дому, в который ты приехал, и заходить к толстому мужику, который коллекционирует поняшек. Это ведь совсем не так опасно. Чуть мне ссыкнуло чуть-чуть, на самом деле. Комната Ларри, подожди, комната Лизы заперта, черт. Эээ, да? Эээ, Ларри, твоя мама сказала зайти, познакомиться. Я только что заселился в 402-ю квартиру. А, заходи, дверь открыта. Художник, это надо запомнить. Вау, клевая маска. Художник, это протез. А-а-а, о, блин, ты уж извини. Да ничего, мне говорили вещи похуже. Рад, что тебе понравилось. Эм, так у тебя, типа, подне лица нет? Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Лады, сменим тему. Меня зовут Ларри, я живу тут, внизу, со своей мамой. А я Сал, друзья, называют меня Салли Крамсалли. На днях переехал сюда из Нью-Джерси. Зачем перевозить свое прозвище? Сал, ну что за еб твою мать, дали бы новое какое-нибудь прикольное Салли Крамсалли? Ну, видимо, настоящих друзей у меня не было. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решил оставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. А ты чел, непростой Сал, странный малый. Нравишься ты мне, мы точно поладим. Ха, твоя мать сказала то же самое. Мама знает, как лучше. Почему ты живешь в подвале? Моя мать говорит, что это для того, чтобы не заселились крысы. Но я уверен, что ей дали эту комнату бесплатно, потому что она тут убирается и все такое. Тут круто. Мне нравится. Я могу слушать музыку на полную катушку, пока мамы нет. Круто. Ага, этот подвал словно моя собственная Бэтпещера. Как хорошо, что он не спросил, кто такой Бэтмен. Мне нравится твоя футболка, SF. Спасибо, надпись на ней значит Сали в Крам Сали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шутка юмора, просто топич. Получается, у меня есть свой собственный бренд одежды. На самом деле, это мерч металл группы «Смысловая фальсификация». Любишь металл? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Зацени-ка эту песню. Это их первый сингл. Альбом выйдет через пару месяцев. Ну, неплохо. Нет, на самом деле неплохо. Если бы они еще не пели, а просто музыка была, то было бы неплохо. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ахеренно. Ближайшие 10 минут, ребят, я остаюсь тут. Так, ладно, она уже начинает заколебывать. Остановись, пожалуйста. Что произошло в 403? Потише, чел. Почему? Что такое? Убийца все еще в этом здании. Откуда ты знаешь, я все видел. Ты что, под кайфом? Ах, если бы, чел. Стримач полный. Что произошло? Я прочистил туалет для миссис Сандерса, и тут ворвался он, крича как сумасшедший. Я знаю, что ты сделала. Херман мне все рассказал. Ты тупая сука. Она хотела его успокоить, но здесь слова сказать не успела, как он перерезал ей глотку. Я был в шоке, меня словно парализовало, чел. Мог лишь смотреть на все это через дыру в двери в ванной. В общем, все произошло мгновенно. Он почти сразу же замел все следы. Не знаю, каким чудом, но он меня не заметил. Я никому об этом не рассказывал, даже маме. Но я тебе доверяю. Почему? Ты знаешь, кто это сделал? Ага, наверняка это Чарли. Стремный чел с 204-й. На нем были перчатки, так что не думаешь, что он оставил отпечатки. 204-й, надо сходить в гости. Скажешь копам, я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня нет доказательств. Будто моих слов мало. Он же сук. Что не так с парнем 103-й? Мистер Эдисон, владелец этого места. Он ни разу не покидал квартиру. Всегда общается через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь, чай Эдисона, будьте добры, спасибо. Он заварит свой знаменитый чай. Сама он мне не нравится, но взрослая от него без ума. Это надо запомнить. Так, 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 что это я у тебя могу? Радио. Дорога Вальдорадо. Это УКВ-сканер с настройками на полицейские частоты. Могу слушать, о чем тряплются копы. Где ты, черт возьми, его достал? В другой раз расскажу. Но, эй, ты мне только что отличную идею подал. Если я сделаю ложный вызов, может получится их отлить, чтобы ты успел просказнуть 403-ю. Может, найдешь там какие-нибудь улики для детективов? Что-нибудь, что они упустили? Быстро ты меня на взлом уломал. Ну, я просто позвонил отсюда и... Да, я прикалываюсь. Не полностью, я полностью за. Я так и так хотел туда заглянуть. Чудесно. Так каков наш план? Я позвоню и скажу, что ограбили банк и взяли заложников. И копов как ветром сдует. Думаю, это даст нам несколько минут, пока они не сообразят, что их накололи. Когда я позвоню им, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем общаться по рации. У меня есть. Так я смогу тебя маякнуть, когда пойму, что копы возвращаются. По мне вполне надежный план. Только, может, не ограбление банка, а разбойное нападение на заправку или аптеку? Так будет правдоподобней. Ммм, дам, дам, думаю, ты прав. Клевая идея, Саля. Вот, держи, гони свою комнату и дай знать, когда будешь готов. Просто нажми Shift, чтобы связаться со мной. Ты хитрая собака. Мне нравятся твои картины. Спасибо, чел, это моя страсть. Все. Пойдемте-ка, пойдемте-ка. Пошарим по соседним квартирам. Закажем чайку у мистера Эдисона. Он, по-моему... Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов Эдисона. Из квартиры 402. Чем могу помочь? Чай Эдисона будете добавлять. Да, мимми-миметочку. Хе-хе-хе. Как легко. Держите, сэр. Приятного чаепития. Потрясающе! Чай Эдисона. Интересный роман. Пить это дело по-любому не стоит. А есть маленький вариантик, что там у нас коньячок. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. Пока, детектив. Пока я не проведу свое расследование. Хер вы что-то мне какие-то данные получите. Так, 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 так. Куда мне еще надо было сходить? К Чарли. По-моему, к Чарли, да? Думаю, никого не дома. Нет, мы везде были. Пойдемте, короче, в свою комнату. Хочу попасть. А, здравствуйте, офицер. До свидания, офицер. Шифт. Так, я у себя. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им. Погоди минутку. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Готово. Я слышу какую-то толкотню. Похоже, наш план сработал. Теперь иди в 403-ю. Потрясающе! Подожди, 400... Никого нет дома. 403-я. Господи ты, Боже мой. Все распидорасина просто. Тут сломанный журнальный столик с книгами. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. Чувак, это просто жесть. И не говори. Пони. Вот же жирная ты, сука! Тут эти фигурки. Похоже, одной не хватает. Потому что тут будто бы след от нее в пятне крови. Ага, я понял, как нам его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. Автоматом же? Автоматом. И Сандерсон, и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то суперредкую. Это она мне рассказала, когда я ее туалет чунил. Я уверен, что Чарли хотел заполучить эту фигурку. Вообще, я не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. У меня от этого чела мурашки по коже. Есть в нем что-то настораживающее. Смекаешь? Ого, жесть! Этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом-убийцей. Точняк. Поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стой! А почему снова я? Я ведь уже был в 403. Чарли терпеть меня не может. Однажды он обвинил меня в краже его закусок. Ёбнутый жиробас! Ладно, ладно, сделаю. Иначе точно не усну. Супер! Салли, ты мужик. Вот, возьми этот пакетик. Ты сможешь положить его в фигурку, не трогая ее пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже подобное проворачивал? Хм, нет. Я просто слишком много смотрю телек. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, Чарли, Чарли, Чарли. На каком этаже у нас Чарли? Я забыл! По-моему, третий. По-моему, третий этаж. И, по-моему, справа. Нет, подожди. Не третий. Не третий этаж. На пятом точно нет. Значит, второй. Второй где-то справа. Никого нет дома. Да. Ам. Да, знаю, они шикарны. Ага. Ам, как бы тебя... Я учил чай Эдисона? Да, эту чашечку мне дал. О, обожаю чай Эдисона. Давай сюда. Там по-любому коньячок. Ах, как вкусно. Расслабляет. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони, пока я спал, Сал. Ты ведь начал мне нравиться. И в мыслях не было, Чарли. Отлично, я рад. Слушай, если ты достанешь еще немного чая, я буду крайне благодарен. А то мне мистер Эдисон сказал, что на сегодня все. Моя, моя, моя тебя понимать. Моя понимать. Пойдем. Первый. Мистер Эдисон, пожалуйста, дайте еще вашего знаменитого чая. Да, минуточку. Спасибо, мистер Эдисон. Мистер Эдисон, отдайте еще, пожалуйста, чашечку вашего чая. А-а-а. Как только вы пьете эту. А вы жадный человек, мистер Эдисон, я вам скажу. Так, а мне никак ее ни с чем не совместить, да? Мне просто ее осматривать можно. Ага. Понятненько. Держи. Я принес еще чай. Чудненько. Так, я двигаться не могу. Расслабляет. Теперь-то могу. Видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих... Ты заколебал. Так-с. Забегай вниз, как будет свободная минутка. Заметана. Так, что происходит-то? Почему жаробасик не хочет спать? Мистер Эдисон, мне нужен какой-нибудь мощный чай. У вас нет там чая со снотворным? Стоять. Снотворное. Снотворное, матерь божья. У меня же есть снотворное. У Бати, точнее, есть снотворное. А ванна слева. Это ведь получится так сделать? Эти таблетки наверняка вырубят жирного ублюдка. Надеюсь, оно того стоило. Фикарно. Что ж, ребят, на этом мы закончим первый эпизод. На самом деле, прикольная игруля. Очень интересно, что будет дальше. Что это за призраки? На самом ли деле, жирный жаробасик убил мисс Сандерс? Или же просто ее одолели при призраке? Это надо будет обязательно узнать. Что ж, как всегда, если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.